Зеленые, пушистые, пахучие, на любой вкус и цвет. Ёлки уже морозятся на зимних базарах. Впрочем, в середине декабря 2020-го люди не особо заинтересованы праздником. Но и не все точки продаж хвойных уже работают, а в этом сезоне их в краевой столице должно быть больше 120. Проехав по центру, мы нашли один базар. Продавец говорит, люди подходят, пока больше интересуются. Выбрать правильную ёлку – тоже наука. Это очень хороший вариант, да? Большинство ёлок, да, это отличный вариант для семи, для детей. Цена в основном зависит от симметричности ёлки. Это, во-первых, то есть ёлка должна быть равномерной. То есть, может быть, даже ёлка пониже, да, будет стоить подороже, чем ёлка повыше, потому что она будет посимпатичнее, покрасивее, правильно? Дерево высотой в метр обойдется 800 рублей. Больше метра уже 1500, еще выше от 2000 рублей. Особо густая ель может стоить и дороже. Такова цена новогодней красоты. К слову, на её стоимость пандемия не сказалась. Мы уже купили. А расскажите. Ну, у меня внуков много, и дочь уже купила и поставила для настроения. А какая ёлка-то искусственная? Нет, натуральную мы покупаем для них. Те, кому жалко денег и место в квартире, покупают хвойные букеты за символические 150 рублей. Кстати, Барнаульцы предпочитают пихту. Дерево ароматное, хвоя не опадает месяц. Привозят на базар её с питомников из ближайших районов. Существуют целые питомники, где выращивают специально, чтобы не носить, ну, природе, экологии, ущерб, специально выращивают саженцы, пихты для вот именно новогодних целей. Также новогодние, так скажем, ну, в кавычках ёлочки получают с различных лесохозяйственных мероприятий. То есть это прочистки просек, это прочистка всяких линейных объектов, такие как лэп, там, нефтепроводы. То есть там, где, ну, не должна по технике безопасности произрастать какие-либо деревья. Тех, кто решил сэкономить и срубить деревца в лесу, ждёт штраф 300 тысяч рублей. А если дерево спилили, размер штрафа вырастет до полумиллиона. По словам лесника, сумма оправдана, ведь даже такой штраф не окупает многолетних усилий по выращиванию ёлок. Браконьеры рубят как попало, варварски, под корень. В ближайших к Барнаулу районных питомниках растёт ель, сосна и самая популярная пихта. Приводят её преимущественно из Заринского района, но к Новому году берут не всё дерево, а только вершки. Нижняя часть идёт на переработку и превращается в ОСБ-панели или сжигается, но настоящий тренд последних лет – искусственная ель. В магазинах от тысячи рублей для настольного варианта, двухметровая красота – от четырёх тысяч. Цены кусаются, но всё больше барнольцев выбирают экономию в будущем или выступают за экологичный подход. В конце концов, свой праздник каждый определяет сам. У нас искусственная. Давно купили? Ой, ну лет, не знаю, шесть назад. Ну это самое, чтобы их, ну как деревья не вырубать, проще искусственную поставить. Никита Ермаков, Алексей Фризин. День с толком!